Теперь этот самолет Ил-76 будет базироваться в Красноярске с его помощью к местам чрезвычайных ситуаций, наводнений или лесных пожаров будет доставляться техника и специалисты МЧС. Этот самолет приписан к Москве, пока предполагается, что лайнер пробудет в Красноярске до осени. Возможно, после сезона лесных пожаров его оставят в сибирском региональном центре МЧС. Сейчас, пока нет масштабных пожаров или наводнений, спасатели отрабатывают на самолете навыки погрузки и разгрузки для экстренного вылета в места чрезвычайных ситуаций. Он может вылетать в любую точку как страны, так и мира. Сегодня у нас тренируется аттестованная 8 месяцев назад команда по ООНовским требованиям с легендой о землетрясении, которое произошло в одной стране Тихоокеанского региона. Самолет может взять на борт два грузовика с оборудованием и около 50 человек, либо выливной авиационный прибор, а по сути это две цистерны вместимостью по 21 тонне огнегасящей жидкости. При пожаротушении загружается ВАП-2, 42 тонны влазит туда огнегасящей жидкости. И в принципе больше мы при тушении лесных пожаров не загружаем ни людей, они только используются ВАП-2. Дальность полета загруженного самолета около 4000 километров. Таким образом сибирские спасатели могут оперативно вылететь в отдаленное место чрезвычайной ситуации. После учений сделать это станет проще и быстрее. Андрей Стердым, Денис Тимошенко, новости.